Анатолий Некрасов. Материнская любовь. Юбилейное издание. Дополненное. Предисловие к юбилейному изданию. Здравствуйте, дорогой слушатель. Благодарю, что вы включили эту непростую аудиокнигу. Во-первых, она очень важна и нужна каждому человеку. Просто это понимают только те, кто ее прочитал или прослушал. У вас есть возможность познакомиться с аудиокнигой и понять, что она не случайно пришла в вашу жизнь. Это особенная книга еще и потому, что ей исполняется 20 лет. Если сравнить ее возраст с возрастом человека, то вы как будто смотрите на взрослую женщину, которая выходит в самостоятельную жизнь. Так оно и есть. Но за прошедшие годы, за все 20 лет, она натворила столько добрых дел, что, пожалуй, трудно найти книгу, которая сделала бы так много хорошего для всех людей, которые ее прочитали. Это вообще уникальная книга по своему воздействию на человеческие судьбы, ведь она сделала счастливыми миллионы людей. Книга переиздавалась множество раз в России и была переведена на 10 языков. Можно сказать, что она изменила судьбу не только множества отдельных людей, семей, родов, но и в целом нашей страны. Важную роль она сыграла и в других государствах, потому что помогла тем, кто ее прочитал, избавиться от самой большой проблемы в жизни людей. Когда вы прослушаете эту аудиокнигу, вы поймете, что это так и есть. Важность книги еще и в том, что она не только помогла стать счастливыми многим людям, но и спасла жизнь сотням тысяч детей. В этом ее уникальность. Тот, кто прослушает эту аудиокнигу, поймет, что это не просто слова, а реальность. Эта книга помогла создать множество счастливых семей. Она же спасла множество семей от распада. Немалый послужной список за 20 лет. Многие из тех, кто прочитал книгу, на собственном опыте убедились в ее важности и ценности. Они дарили ее своим родственникам, друзьям, коллегам и просто знакомым людям. Я знаю одного человека, у которого в багажнике автомобиля всегда лежали несколько экземпляров книги. Он раздавал их тем, кто, как видел и чувствовал, этот человек столкнулся с жизненными проблемами. Еще один мой знакомый, чиновник высокого ранга, закупил несколько тысяч экземпляров книги и разослал их многодетным матерям. Ведь в ней рассказывается об основах гармоничного воспитания ребенка. Вот такая аудиокнига перед вами. Прослушайте ее, а главное, примените в жизни все то, что здесь сказано, и будет у вас постоянно растущее счастье. Свобода и ответственность После выхода книги «Материнская любовь» одной из тем, которой было избыточное материнское чувство, мне рассказали множество историй из реальной жизни о проявлениях этого чувства. Не знаю, как за эти 20 лет мое сердце не разорвалось, когда я слушал обо всех этих случаях, всех этих бедах, всех этих судьбах. Иногда болезнь привязанности к матери, а это болезнь, протекает у мужчин в очень тяжелой форме. Очень много ее случаев я наблюдал в Казахстане, куда много ездил на встречи с читателями, ведь «Материнская любовь» была переведена на казахский язык. Дело в том, что в соответствии с казахскими традициями, да и традициями других народов, хотя бы кавказских, младший сын должен жить с родителями и обеспечивать их. Поэтому на их судьбах проблемы избыточного материнского чувства проявляются особенно наглядно. Как правило, младшим сыновьям не удается полноценно реализовать себя как личность. Нередко у них встречаются серьезные отклонения в психике. Вы скажете, но ведь кто-то из детей должен заботиться о родителях. Да, но и родителям надо думать о своих детях. Забота со стороны родителей должна проявляться не только в контроле, но и в предоставлении детям свободы. Только тогда ребенок может стать по-настоящему счастливым и реализовать свое предназначение, свою миссию. Я знаю о случаях, когда после ухода матери мужчины чаще всего утрачивали адекватность, что неизбежно сказывалось на всей их жизни, на творчестве, на взаимоотношениях в семье. Однажды меня попросили помочь мужчине, который после смерти матери очень глубоко погрузился в воспоминания о ней и ни о чем другом не мог думать. Урна с прахом матери хранилась в спальне. Представляете, каково было его жене. Другой мужчина везде хранил фотографии умершей матери. На стенах в квартире, в портфеле, в портмоне. И он считал это нормальным, не понимая, что это вообще-то уже психическое отклонение. Подобные вопиющие случаи, конечно, бросаются в глаза. И многие понимают ненормальность такого поведения. Но есть и более тонкие, незаметные на первый взгляд вещи. Вроде бы так и должно быть. Нужно проявлять уважение к родителям, любовь к матери. Никто с этим не спорит. Но нельзя и принижать ценности вашей жизни, ваши собственные интересы. Ведь в противном случае все переворачивается с ног на голову. И тогда вы ставите под угрозу свою собственную, нормальную жизнь, лишаете себя счастья. Все родители желают счастья своим детям. У одних это желание исполняется, у других нет. Почему? Как показывает мой опыт, одного родительского желания недостаточно. Родители должны что-то делать для счастья детей. Тогда-то у них все и получается. Что значит что-то для счастья детей? Это основная стратегия семьи, красная линия всего процесса семейной жизни. Очень важный момент, благодаря которому и появляются дети, это взаимодействие женщин и мужчин. Без мужчин невозможно ни рождение ребенка, ни его правильное воспитание. Многие женщины по каким-то причинам, или потому что они так пожелали, ограничивают общение мужчин с детьми и взваливают на себя все заботы, связанные с воспитанием. Это ошибочная позиция, которая приводит к возникновению самых разных проблем в жизни детей. Поэтому, дорогие женщины, если вы считаете, что способны воспитать детей без мужчин, вы делаете большую ошибку. Конечно, вы можете привести множество примеров, когда женщина, избавившись от мужчины, с которым у нее не сложились отношения, видит, что ей стало легче общаться с детьми, решать вместе с ними разные проблемы. Да, бывает и так, если рядом находился не тот мужчина, или с ним сложились не те отношения. Но, по большому счету, природой заложено, что рождение и воспитание детей должно происходить во взаимодействии мужчины и женщины. Именно так и не иначе. Вернемся к избавлению от избыточного материнского чувства, которое разрушает семьи, судьбы матерей и детей. И здесь желательно помощь мужчины, совместные действия пары. В этом случае их эффективность будет намного выше. При условии, что вы построите гармоничные отношения с мужчиной, эта проблема навсегда уйдет из вашей жизни. Самое лучшее средство избавления от избыточного материнского чувства смещения акцентов любви и взаимоотношений в сторону мужчины. Замечательные отношения с мужчиной будут залогом того, что дети получают именно то, что им нужно, а именно обширное пространство родительской любви. Когда мужчина и женщина любят друг друга, возникает поле любви, пространство, комфортное и для родителей, и для детей, воспитание которых происходит естественным образом. Еще раз повторю, самое лучшее средство для того, чтобы не допускать избыточного материнского чувства – классные отношения женщины и мужчины. Как построить такие отношения? По сути, взаимоотношения мужчины и женщины – основа жизни. Созданием и укреплением этой основы надо очень серьезно заниматься. Развитие в этом направлении бесконечно, как сама жизнь. Вопросы возникают постоянно. Здесь раскрываются все аспекты отношений – физиологические, психические, духовные, энергетические. В паре, образованной мужчиной и женщиной, как в тигле, рождаются личности. Ни одна женщина никогда не откажется от хороших отношений с мужчиной, но эти отношения невозможно построить одному, только в паре. Как женщине построить гармоничные отношения с мужчиной и создать качественное пространство любви для детей? Одной любви для этого мало, ведь есть еще такая часть нашего тела, как голова, в которой чего только нет. Под влиянием головы любовь не справляется с многозадачностью и проблемами. Давайте исходить из того, что любовь – это основа, фундамент, на котором можно выстроить замечательные отношения. Но ваши собственные убеждения, то есть ваша голова, содержат в себе много другого. И вот это другое зачастую и разрушает отношения между женщиной и мужчиной. Что я имею в виду? Одно из главных условий гармоничных отношений в паре – это уважение друг к другу. В данном случае уважение к мужчинам является очень ценным качеством. Вы, наверное, встречали женщин, которые говорили «Я его люблю, он замечательный человек, но я его не уважаю. Он не может добиться материальных успехов. За что его уважать? Я его люблю, и он отец моих детей, но уважение – это другое». Обратите внимание на это другое и постарайтесь им воспользоваться. То есть воспитывайте в себе уважение к мужчине, к мужу. Это будет замечательным примером и для детей, самым добрым основанием, на котором будет усиливаться их уважение и к вам, и к отцу. Ваш пример будет заразителен, ваш пример будет важен для детей. Поэтому первое условие создания гармоничного пространства любви, в котором все и решается – это любовь плюс уважение. Любовь и уважение делают женщину женщиной. Она и говорит, и действует, то есть в этом случае полностью раскрывается вся ее женская природа, что очень тонко чувствуют дети. Девочки берут пример с матери, которая уважает и любит своего мужа. Мальчики воспитываются на фоне этой женственности, потому что по-настоящему мужчина раскрывается на фоне женщины, рядом с женщиной. Когда мать проявляет уважение и любовь к мужчине, мальчики воспринимают ее как настоящую женщину. Они воспитываются естественным образом, без назиданий, без проблем, именно как мужчины. Я бы добавил еще одно необходимое для гармоничных отношений женское качество – нежность. Представьте себе, что мама любит, уважает отца, но ее речь жестковата. Ее выражение резки, она ведет себя немного по-мужски. Это сразу сказывается на отношениях и становится разрушительным для пространства любви. И наоборот, когда взгляд жены и ее прикосновения – все наполнено нежностью, мягкостью, то пространство любви становится созидательным, творящим глубочайшее состояние женственности, в котором расцветает мужчина и подрастают дети. Эти три качества – великое благо для семьи, для воспитания детей, для прекрасных гармоничных отношений. В такой семье никогда не возникнет избыточное материнское чувство. Когда муж и жена любят, уважают и нежно заботятся друг о друге, гармоничные отношения между ними будут существовать вечно. Эта тройка вывезет их из любой кризисной ситуации. Конечно, существует множество других положительных качеств, способных усилить эффект от гармоничных взаимоотношений. Он будет распространяться и на ваше благополучие, ваше здоровье и здоровье детей, на финансовую сторону, на долголетие. Поэтому самое лучшее, если вы начинаете развиваться в этом направлении, раскрывать вашу женственность на максимальную глубину. Нельзя останавливаться в развитии, потому что жизнь многообразна, и она в каждый момент времени требует каких-то новых знаний, новых состояний, нового понимания. Вот для того, чтобы это новое не выбило вас из колеи, чтобы ваши отношения становились все более гармоничными, счастливыми, женственность, женские качества должны постоянно развиваться. Стройте все более и более глубокие отношения, познавайте семейные секреты. Перед вами огромное поле для творчества, для развития, и тот, кто проходит по этому полю из конца в конец, тот и собирает богатый урожай. Вступление Я ехал в вагоне метро из театра после просмотра широко известного спектакля о материнской любви, а точнее, о ее недостатке. Многими исследована тема, когда мать бросает ребенка. Да, эта драма встречается в жизни, но на самом деле это еще не самая страшная беда. Гораздо чаще встречается другая драма, которая не так ярко выражена, и поэтому на нее обращают внимание меньше. Те случаи, когда материнская любовь проявляется с избытком. Вот она-то и приносит людям наибольшие проблемы. Но об этом мало говорят и пишут. Именно об этом я думал, сидя в вагоне. Поздний вечер, людей мало. На душе тяжелый осадок после просмотра спектакля из-за того, что тема по-настоящему не раскрыта, несмотря на то, что спектакль идет уже больше сотни лет и написан известным классиком. И здесь начала рождаться идея альтернативного спектакля. Именно идея, без каких-либо планов ее реализации. Во-первых, я никогда не считал драматургию своей сферой. Во-вторых, большая загруженность другими вопросами не позволяла углубиться в эту тему. Хотя я сразу почувствовал уверенность в том, что такой спектакль я смог бы написать. Так как тема мне хорошо знакома. Причем с другой, более трагичной и более масштабной стороны. И вдруг на остановке заходит женщина, как две капли воды, похожая на мою давнюю пациентку. В такой же черной одежде, как много лет назад, когда ее привело ко мне. Та женщина потеряла сына, и уже два года жила погруженная в свое горе. Она не могла видеть радостные лица. Как человек, женщина, может улыбаться, когда у нее погиб сын. Это был сложный случай. Ее никто не мог вывести из этого состояния. А у меня было всего два часа времени до ее отлета. Мне удалось вернуть пациентку к жизни, благодаря тому, что я понимал главную причину трагедии и смог донести ее женщине. И этот случай я запомнил на всю жизнь. И вот ее двойник. Копия появилась в вагоне метро, чтобы подсказать мне, что тема жива и важна, и что пришло время раскрыть и донести эту тему людям. Я уже давно не удивляюсь такому творчеству мира. Это была явная подсказка мне, и я сел за работу. Так была написана глава «Материнская любовь» для книги «Живые мысли». Прошло несколько лет, и все это время данная тема давала о себе знать. Накопилось много новых примеров. Я исследовал этот вопрос еще глубже. А когда собрался писать очередную книгу серии «Мир во мне», пришло еще несколько знаков, которые не оставили сомнений, о чем писать. Вообще-то, примеров избыточной материнской любви встречается превеликое множество. Буквально каждый день. Это поистине массовое явление. И когда вы прослушаете эту книгу, вы будете видеть происходящее значительно глубже, и сможете разглядеть эту проблему со всех сторон. Ну, например, «Чем не знак» приходит журнал «Семь дней», и на обложке крупно написано «Ольга Понизова, я живу только ради сына». И это тиражом более миллиона экземпляров. Я уже знаю, какая будет жизнь у этого сына. Допустим, это ее личные проблемы. Но подобное мировоззрение выносится на огромную аудиторию и может стать примером для многих. И этому постулату ничего не противопоставляется. Никто не скажет таким же миллионным тиражом, что она губит своего сына. Телепередача «Моя семья», в 90-е годы, собиравшая у телевизора в десятки миллионов человек, также не рассматривала губительное влияние избыточной материнской любви. Об этом почти никто не говорит, кроме, пожалуй, специальной психологической литературы. Хотя этот вопрос и там исследуется недостаточно глубоко. В тот день, когда я уезжал в творческую командировку для написания книги в городе Озеры, я получил письмо из города С, в котором женщина рассказывает о том, что у нее погиб 12-летний сын. Письмо пронизано горем этой женщины, и из него становится ясно, что с отцом мальчика она разошлась пять лет назад, потому что он начал злоупотреблять алкоголем. Из письма видна огромная любовь к сыну и большое желание единения с ним. Она во всех случаях говорит «мы», «мы лечились», «мы поступали так» и тому подобное. На лицо обычная картина избыточной материнской любви, которая и привела к трагедии. Это письмо было последней каплей. А несколько ранее я получил знак другого рода. В Москве проходил первый международный конгресс матерей. Проводился он в зале соборов Храма Христа Спасителя. Обставлено все было очень солидно. Шикарный зал, много зарубежных делегаций, представительные гости, серьезные темы выступлений, высокий статус форума. Меня пригласили выступать на этом конгрессе. И я решил заявить тему «Материнская любовь. Обратная сторона медали». Как я и предполагал, все выступавшие говорили только об одной стороне материнской любви, о великой роли матери. И никто не сказал о женской роли и о роли мужчины и пары. Как будто вся жизнь заключается именно в материнстве. И оно существует само собой, без союза мужчины и женщины, без их любви. Даже православный священник в своем выступлении сказал «А мужчин-то вы куда дели?». Профессор психологии, ведущая форум, стала потихоньку отодвигать мое выступление, так как была знакома с его содержанием и, как я понял позже, не согласна с моей позицией. Я это заметил и напомнил ей о себе. Наконец она дала мне слово, предварив его такой преамбулой. «Сейчас я предоставляю слово человеку, с мнением которого вы наверняка будете не согласны. Но проявите терпение и выслушайте его». Нет, худо без добра. Таким предисловием она только вызвала интерес к моему выступлению и разбудила засыпающую аудиторию. И что удивительно, мои слова об огромном вреде избыточной материнской любви, о том, что в системе ценностей на первом месте должна стоять любовь между родителями, а не к ребенку, вызвали понимание и положительную реакцию большинства. Это меня порадовало. Но ведущая не сдавалась. Она поставила на голосование, необычный случай, основные постулаты моего выступления. И в результате оказалась в меньшинстве. Всего два человека, она и ее заместитель, в полуторатысячной аудитории проголосовали против. Я получил подтверждение тому, что мои исследования идут в верном направлении, что в глубине души многие люди понимают отрицательное воздействие оборотной стороны материнской любви. И следующий шаг – перенести это знание в практику жизни. Так рождалась эта книга. Тема избыточной материнской любви имеет глобальный характер. Только у одних народов она проявляется слабее, а у других сильнее. Но она присутствует повсеместно и порождает множество проблем во всем мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!